Хо-хо-хо, какие люди, приветищи! Ты решил зайти ко мне домой и посмотреть, какие у меня тут дела, да? А дела, собственно, никакие, всё стоит столбом. Хе-хе-хе, столбом, эээ, плохое сравнение. Короче, нифига здесь ничего не сдвинулось с мёртвой точки. Но, с сегодняшнего дня всё изменится. Значит, я почитал твой комментарий, и ты мне сказал, что вот эти верхние штуки нужно к чертям снести моим крутым молотом. Молотом, вот мы сейчас это с тобой попробуем, и только тогда, когда я их снесу, я смогу построить стенки. Ладно, окей, пробуем. Пробуем ещё разок. А-та-та! Ты-то думал, что я это не попробовал, да? А это попробовал, я изначально знал, что они не ломаются. Ты посмотри, какие они толстенные, это во-первых. И даже на миникарте не показано, что их можно снести. А вот тут вот тонкие стенки, их можно снести. Видишь, вот так вот показывается сиденьким. Так что облом снести вот эти. Так что с этими дырищами мне придётся теперь жить. Ну, конечно же, мы придумаем что-нибудь с ними. Начнём мы, конечно же, с того, что нам нужно срубить вот эти вот деревья. Они здесь чертовски мешаются. Ну ты посмотри, они прям вот, прям вот, вот на выходе. Вот тут вот, хотя, в принципе... В принципе, они бы мне не мешали. Раз. Опа, промокнулся. Так, надо присесть, подожди. С корточки. Ра! Да что такое? Разучился, однако. О! Пошло дело. Берегись! Одно упало. Теперь рубим второе. Опа, опа, на меня падает, на меня. Фу, пронесло. Чуть не зашибло. Так, значит, выкорчёвываем эти пеньки. Где у нас там ручки наши? Хопа. Всё. Вот так это получше. Минус деревья. Люстру вот эту вот мы с тобой убираем. Она здесь вообще не к месту. Ужасная просто люстра. Теперь, теперь, что мы, что мы здесь с тобой сделаем? Короче, здесь у нас будет кухня. Это выход на террасу. Здесь будет барбекю, шмарбекю и летний дворик, короче. Вот. Пойдём-ка заглянем в магаз. Посмотрим, что мы можем сделать на кухне со стенками. Краска неинтересна, уже красили сто пятьсот раз. На стенные панели. Хм-хм-хм. Упаковка белых панелей. Короче, давай я кухню сделаю белую. А, погоди, это не совсем белые панели. Это какие-то доски. Не, доски неинтересны. Чё у нас по плитке есть? Не, плитку тоже в топку. Короче, ладно, красим в чёрный цвет. Купил несколько банок красок, разный. И сейчас мы с тобой берём, значит, вот этот валик. И по чуть-чуть наносим красочку. Знаешь, вот так вот сейчас, хопа, вот так вот накрасим. Вот. Красный вот такой вот цвет. Как думаешь? Ладно, давай вначале всё покрасим. И потом выберем с тобой, какой цвет всё-таки нам больше подходит на кухню. Хм, ну чё думаешь, какой цвет лучше подходит, а? Мне вот нравится зелёный и чёрный. Такие интересные цвета. Остальное всё фуфло. Короче, значит, красный продаём, чёрный продаём. Красть кухню в зелёный цвет. Будет казаться, что мы с тобой словно на природе. Ну вот, смотри, какая у нас чудесная кухня зелёненькая появилась. Конечно, больше она похожа на детскую. Но я уже решил. Это будет кухня. Значит, баночку продаём. Решаем с тобой, что постелим на пол. Идём в магазин. Палы. Чё нам тут могут предложить? Ковры? Не-е-е. На кухню ковры, да ты что? На полную плитку нужно. Значит, какую мы постелим? А постелим мы с тобой вот такую вот керамическую плитку грей. Опа. Ну? В принципе, в принципе. Меня устраивает. Ну вот, ты посмотри, уже всё поцивильнее как-то выглядит. Не какая-то там бомжатня. Что ж, пришло время закрыть нам эти дырищи. Идём, значит, и покупаем офигенные двери. Где эти двери? А, вот, двери и окна. Нам нужны с тобой раздвижные двери белые. Покупаем. И устанавливаем их. Вот так вот. Ну-ка. Всё нормально стало. Щеления нету. Роскошно открываем двери. О! Офигенно. Вот тебе и выход на терраску. Ну, в принципе, смотрится не чёток. Здесь нам тоже нужно поставить такие же двери. Опа. Ну вот. Наконец-то наш кухня обрела. Теперь закрыто пространство. Правда, дышать уже стало нечем. Давай окна откроем. Вот так-то. Пускай продувает. Также нам нужно убрать вот эту дверь, потому что она тут вообще не к месту. А, это не так делается. Слушай. Во! Всё. От двери избавились. Нам сюда нужна тоже белая дверь. Вот такая вот. Вставляем. Вот это я понимаю. Всё, ништяк. Всё пофинчую. Отлично. С отделкой кухни мы закончили. Теперь нам нужно переместиться в другие комнаты и сделать ремонт там. Думаю, что мы начнём с коридора. Что же у нас здесь будет? Коридор я решил сделать полностью кирпичным. Вот таким вот кирпичом покроем весь коридор. Пуф, пуф, пуф. Фух. Ну, вроде всё. Посмотри, как всё получилось. Нет, не всё, блин. Ладно, сейчас поправим. Не беда. Ну вот. Теперь точно всё. Ты посмотри, красота-то какая. Ух. Словно иду по какому-то общественному коридору. Не по дому. Хе. Сейчас мы с тобой здесь тоже окошечко откроем, а то клеем пахнет. Теперь нам нужно с тобой придумать, что мы постелим на пол. А давай-ка мы с тобой вот такую вот светлую напольную панель. Сосну уложим. Я думаю, что будет прикольно смотреться. А то у нас коридор с тобой такой тёмный получается. Хоть пол будет светлый. Вот так. Ну, в принципе, в принципе, чего бы нет. Неплохо. Ну вот. Даже люстру не буду менять. Она здесь, в принципе, нормально так смотрится. В тему. Что ж. Следующая у нас комната. Это вот эта вот. А, это не комната. Это гараж. Так, это вернёмся сюда попозже чуть-чуть. Значит, идём сюда. Здесь у нас будет... Что у нас здесь будет? Я не представляю. Где у нас санузел вообще? Вот это, наверное, санузел, да? Да, вот это у нас будет санузел. А тут у нас что? А, и здесь тоже санузел. Вот, блин. У нас здесь будет двойной санузел. Здесь у нас будет ванна. Здесь у нас будет туалет. Вообще кошерно будет. Огонь. Значит тут у нас будет спальня Убираем люстру Страшную старую люстру Вот так Открываем конечно же окошечки И начинаем красить стенки Или обои поклеим Я даже не знаю Стены у нас будут вот такие вот Дорогущие Это у нас панели Покупаем несколько штук И приступаем к укладке Чё-то я короче уложил плитку Посмотрел Выглядит это конечно круто Очень круто Но я решил что сделаю Двухзонную комнату То есть одна зона будет у меня такая А другую я сейчас покрашу какой-нибудь другой цвет Например можно покрасить Вот такой вот лучистый померанец Не, ни о чём название Утренняя желтизна Фу блевотина Не, какой будет цвет такой яркий О лучистый А это я только что смотрел Песёчный миндаль Солнечная желтизна Давай вот в солнечную желтизну покрасим лучше Стеночку ношу Хопа Ну-ка посмотрим как сочетаться будет цвет Не, ни о чём Чёрт подери Какой же цвет-то сюда подойдёт Ладно давай вот этот лучистый померанец Посмотрим что с ним будет Ну как бы Как бы тебе сказать Не, вообще ни о чём Давай короче простой белый цвет покрасим И всё Это классика Ну да в принципе с белым так ничего Блин Вот так Ну да Плохая была идея разделить комнату на две зоны Так смотрится намного круче Чё решаем с напольным покрытием Какое купим? Ковры, ковры, ковры И постелим мы ковры А может не постелим Напольный Во Ковровое покрытие Вот это я хочу Вот такое можно Давай сейчас замоким Ну-ка Ооо Круто Вот это как и надо Зашиваем полностью весь пол в такой Ну ваш переспект был Красотища Единственное Двери здесь вообще не в тему Я бы немножечко потемнее их поставил что ли Если конечно там есть дверь Такие двери Ну-ка Наверное давай лучше белой поставим Продаем эту дверь Вот так И ставим белую дверь Ну Ну-то Ооо Как-то я криво кос поставил её Сейчас передвинем Вот так Да? Вроде да Ага Вот теперь пофэншую И смотрится даже лучше чем та коричневая Двигаемся в наш санузел Ужасный Убитый санузел В принципе нам осталось только сделать санузел И А это что за комната? Это у нас здесь будет кладовка я думаю Да? Потому что здесь у нас выход Ооо У нас ещё есть комната Офигеть сколько у меня комнат А это куда ведёт? А это уже на улицу Ооо Зелена какая Хе Так значит я понял У нас ещё фигово точно комнат тут есть Это не круто Санузел Я хочу сделать такой же как у меня в коморке Для этого нам нужно вернуться в мою коморочку И поглядеть Так а где здесь выход? Где здесь двери? Э А во И поглядеть как у нас устроен санузел там Вернуться в офис Санузел у нас Ну как бы Как тебе сказать? Не Здесь ни о чём санузел Это я спутал с первой квартирой Где я делал ремонт Прекрасный ремонт в санузле Там такой светлый санузел у нас получился Блин Придётся по памяти делать Потому что дом Я уже продал тот Стенки у нас были вроде бы Вот такие вот Покупаем значит такое Сюда два рулона Плитки И сюда Потому что у нас санузел будет одинаковый Что здесь Что здесь И начинаем выкладывать Вот такой вот у нас санузел получился Но У меня тут созрел коварный план Мне чертовски не нравится Вот этот вот коридор Ну вот нафига здесь второй Вот такой вот узенький коридор Давай мы лучше объединим Вот эту комнату Вот этот коридор И немножечко подвинем туалет Поскольку здесь будет у нас просто туалет Мы его обрежем Ну вот скажем Вот так вот где-то Даже Ну да где-то так Короче достаем наш молот И начинаем здесь все колбасить О, давненько я не колбасил ничего. Так, ну вот, смотри, вот такое у нас расширение получилось. Надо теперь обмозговать немножечко и подумать, как это все грамотно и симметрично сделать, чтобы ровные квадраты получились. Без всяких там уголков. Розеточки мы убираем. А то ненароком еще наступим. Я закончил. Я доснес все, что мне мешало. Теперь у нас получится ровные симметричные квадратные комнаты. И это просто шикарно. Так, осталось только выложить кирпич. Или наложить. Нет, правильно все-таки будет выложить. Приступаем к постройке стен. Значит, подожди, там что-то мешается. Надо убрать. Это розетки долбанные. Надо их убрать отсюда. Вот так вот. Значит, вначале мы поместим дверь в нужное место. Дверку. Ты стоишь совершенно не там. Так, почему-то я не могу дверь переместить. Это как-то... Что, продать все-таки придется, да, походу тебя? Эх, блин, не хотел двери продавать. Ну ладно. Поехали класть стенки. Вот таким вот макаром. А что это я все по одной да по одной стенке строю? Я же могу вот так вот, смотри, вот так вот целых три сразу поставить. О, так намного быстрее. Так, тут мы ставим проем для двери. Где-то тут она у нас будет, поэтому сверху сделаем вот так вот. Шикарный проем. Слушай, а может быть мне здесь двери не делать? Такой классный проем получился, слушай. Прямо огнище. Все, на кухне у нас дверей не будет. Отлично. Просто гениальный проем получился. Надо только нам теперь разделить коридор и гостиную. То есть здесь у нас будет кирпичная стенка, а здесь у нас будет белая стенка. Вот так вот. И тут у нас будет гостиная. Так что надо здесь покрасить в белый цвет. Где это у нас там белая краска? Во, белый. Покупаем пару банок. По-любому пригодятся. И закрашиваем кирпич вот этот вот. Ну, вроде да, вроде как-то так. Теперь нам нужно довозвести стенки. Как бы нам правильно, грамотно сделать. Вот так вот. Ага. Опа. А тут у нас будут двери. Ну, все. Все, в принципе, понятно. Значит, ставим. Вот так. А тут дверной проем, значит, у нас будет. Опа. Вставляем дверцу. Ну-ка. Ага. Встал как надо. Доделаем вверх. А шиш бы там был. Не могу ее доделать так, пока дверь стоит. Придется дверь переместить на время. А прикинь. Она усела. Все. Конкретно усела. Сюда только продавать теперь. Блинский. Ладно. На ус намотал. В следующий раз так не буду делать. Ну вот. Другое дело. Где там у меня валик с белой краской? Надо подкрасить. Вот так. И здесь тоже подкрасить. О. Огнище. Теперь нам нужно оградить спальню. Спальня у нас чуть-чуть уменьшилась. Но это не беда. Будет она у нас идти теперь. Ну, от этого угла получается. Вот так вот берем. Побольше надо блоков. Берем и застраиваем. Конечно же, конечно же. Не забываем про двери. Так. Вроде дверной проем совпадает. Да? Давай-ка примеримся на всякий пожарный. Ага. Все. Значит, зашиваемся. Вот так вот. Опа. Виола. Ну вот. Теперь посмотри, какой здесь огроменный коридорище. Точнее, теперь это у нас будет уже гостиная. Ну, круто же, да? Обалдеть просто можно. Так. Значит, нам тут нужно стеночки перекрасить. Достаем валик. И погнали. Посмотри, как классно. Как уютно. Единственное, знаешь что? Все-таки переход от коридора вот в эту гостиную зону. Но он прямо глаз режет. Короче, надо здесь сделать небольшую стеночку с арочкой. И будет, мне кажется, вообще персик. Конфеточка. Сейчас мы это с тобой реализуем. Значит, стеночка у нас будет вот от седова. Здесь вот у нас будет стеночка идти. Вот это получается лишнее. Убираем. Можно даже побольше сделать, мне кажется. О, вот это проемище. Вот это я понимаю. И лепим сверху. Ну, ты посмотри. Совершенно другой вид. Совсем другое дело. Вот это я понимаю. Вот это по красоте. А здесь сейчас все кирпичиком уложим. Так, это мы продаем. Ну, вот. Ты посмотри. Просто красотища какая у нас получилась. Обалденно. По поводу пола. Мы пол продлим вот такой вот. Светленький у нас здесь будет. Вот отсюда его лепим вот таким макаром. Давай, давай, давай. Дай сюда. Вот так вот. О! Ништяк. Такой же пол мы реализуем у нас в туалете. Ну-ка. Пробиваемся. Опа-на. Полностью. Хотя нет. Туалет у нас сольется нафиг со стенками. И будет, знаешь, как-то не очень смотреться. Надо в туалете другой пол сделать. Сейчас что-нибудь придумаем. Темную напольную панель. Давай попробуем. Посмотрим, как это будет смотреться. Ну-ка. Не, не о чем. А вот такая вот палисандра. Ну и название. Палисандр у нас смотрит. Ой, ужас какой. Не-не-не-не-не. Давай, короче, простую плитку влепим. Вот такой вот. Керамическую. С таким рисунком. Должно быть. О, пойдет. Ага. Все как надо. Все в ажури. Значит, дальше. Нам нужно тут починить розеточки. Вон они все ушатанные. Двери мы эти продаем, потому что у нас в доме только белые двери. Коричневым не зачет. Они нам по стилю не подходят. О! Вот это я понимаю уже. Уже получше. Так, здесь нам стенку надо доделать. Сейчас мы ее быстренько заклеим. Угу. Ну что, я тебя почти поздравляю. Отделку квартир мы почти закончили. Вроде бы и закончили, да? Нигде косяку? А, ну вот тут вот, конечно же, мы плитку забыли уложить. Блин. Что-то я вот так вот сейчас стою тут в этой тесной комнатушечке. В туалете. И думаю, а может быть мне объединить все-таки туалет с душем. А то туалет у меня какой-то бункер получился. Блинский. Вот это задача. Объединять или нет? Эй, давай объединю. В топку, в пекло, все. Ну вот, наконец-то. Естественно, меня еще бесил тот факт, что у меня в квартире очень много дверей. Прям ходишь, знаешь, по какому-то складу. А так, все поменьше будет. Сейчас мы тут все это дело заделаем. Ну что, ты посмотри. По-моему, получилось огонь. Я даже рад, что мы с тобой снесли здесь стенку. И у нас получилась общая ванно-туалетная комната. Хе. Значит, выходим. Так, ну что, вроде бы все. Вроде бы мы всю отделку сделали, кроме гаража. Давай-ка забежим на кухню. О, на кухне стенка не покрасана. А, кстати, она так ничего смотрится. Зеленая с белым, да? Мы ее оставим. Значит, пусть белая будет стенка у нас тут. Вроде бы, вроде бы, вроде бы все. Ну а с гаражом че? Ну а че с гаражом? Гараж и гараж. Че тут мудрить? Ничего с ним делать не буду. Пускай таким и остается. Может, пару стеллажиков туда закину и все. Ух, получилось просторненько. Кстати, смотри. Я даже не обращал внимания. Здесь, короче, у нас коричневые двери. Сюда заходишь, а тут у нас белые двери. Ну, типа, тут у нас черновое помещение. Ну, прихожка, гараж. А тут, кстати, че за комната? Это же у нас была бы кухня. По плану это у нас должна была быть кухня. Но я решил сделать кухню большую. Так что здесь у нас будет сауна. Кстати, в комментариях мне даже писали, что сделай сауну с бассейном. Ну, вот здесь у нас будет сауна. И если я умею делать бассейны, то сделаю здесь бассейн. Должно быть по фэншую. О, теперь точно все. Единственное, это место, конечно же, не предназначено для сауны. Здесь вон и розетки, и огромные окна. Что нежелательно для сауны. Ну, что поделать. Сауни здесь точно быть, потому что я так решил. Вот. Фух. Ну что, вроде бы с отделкой мы с тобой полностью закончили. Теперь можно приступать к расстановке мебели и декора. Но это будет уже в следующей серии. Обязательно пиши, что ты думаешь об отделке квартиры. Мне будет любопытно почитать. Возможно, я прислушаюсь и что-нибудь переделаю. Ну, а на этом все. Тебе удачки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok